Это сегодня здесь декорации, импровизированные городки и неподвижные мишени. К сожалению, будни людей в погонах намного более опасные и сложные. А потому для каждого из участников, представителей 10 команд разных ведомств, УВД, КГБ, ОМОНа, навыки владения оружием, не хобби, это профессиональное мастерство, которое оттачивается годами. В первую очередь, это повышение культуры, обращение с огнестрельным оружием у сотрудников и совершенствование навыков владения табельным оружием. Потому что в ходе данных соревнований предложены упражнения на коротких дистанциях, которые чаще всего встречаются в служебной деятельности сотрудников, а также с неудобных положений, с различными перемещениями, со сменой магазина. То есть ситуации, с которыми они в первую очередь столкнутся в своей служебной деятельности. Достаточно серьезная подготовка и совсем не то, как, наверное, мы в местах. Готовимся здесь. Видно, что серьезно подошли организаторы соревнований. Как будут там организовываться остальные туры, я думаю, что не менее интересно. Чем дальше, тем сложнее смотрю. Мне нравится. Третье по заданию ожидало участников соревнований. Каждая из них была подобрана таким образом, чтобы не только создать условия, максимально приближенные к реальным внештатным ситуациям, но и сделать соревнования своеобразной тренировкой. В чем-то непривычный, в чем-то неудобный, но практикоориентированный. Предыстории самые разные. Перечень доступных пистолетов – от штатных Макарова и Стечкина до узкоспециальных новинок. Создавались такие условия, как бы, немножко тяжелые, чтобы было нестандартное выполнение упражнения. То есть осложнялось оно. Где-то надо было выглядывать, приседать. Брестская областная организационная структура развивает большое количество видов спорта, служебно-прикладных видов спорта. Одним из основных является практическая стрельба. Потому что этот вид стрельбы отличается от других видов стрельбы тем, что много различных упражнений, которые приспособлены в основном для ведения служебной деятельности, решения боевых задач. Борьба за главный приз разгорелась нешуточная. Каждый участник, независимо от подразделения, старался покорить самые высокие вершины. А бороться действительно было за что. Победители чемпионата Брестской организационной структуры «Динамо» ожидают не только лавры, но и ценный приз – возможность представить область на чемпионате республики.